После двух десятка лет в Чон-Кимин вернулись олени. Кроме того, увеличилось количество косуль, рысей, фазана, горных кетликов и многих других животных. Это явление стало возможным благодаря усилиям местных жителей, которые поставили заслон браконьерству. Усен Калебаев увидел священных животных в горах Чон-Кимина. В горах Чон-Кимина появились олени. И, по всей видимости, они надолго обосновались в этих спокойных тихих местах. Усилиями местных жителей, взявших под охрану порядка 20 тысяч гектар охотничьих угодий, здесь созданы благоприятные условия для обитания не только редких диких животных, занесенных в Красную книгу. Эти ребята из села Тарсу уже два года охраняют заповедные места. С начала 90-х годов прошлого столетия на этих угодьях постоянно были слышны выстрелы браконьеров. Тогда началось хищническое истребление оленей, косуль и многих других животных. После этого олени покинули эти места. Местные ребята из ряда села Чон-Кимина объединились и начали охранять от браконьеров охотничьи угодья. Результат налицо. Сюда мигрировали олени и начали постепенно размножаться. Мы создали все условия. Морал благородный олень издревле считался у кыргызов священным животным. Из-за массового истребления поголовье резко сократилось. Они сохранились в незначительном количестве на Рынской, Иссыкульской и Чуйской областях. Всего по Кыргызстану насчитывается порядка 400 оленей. По словам специалистов, морал любит тишину и покой. В эти ноябрьские дни они обычно пасутся на солнечной стороне охотничьих угодий и без опаски спускаются небольшими группами на водопой. Оленя здесь практически исчезли. На сегодняшний день учет дает 17 голов. Кроме того, очень сократилась численность косули. На сегодняшний день косули более 80 численность дают. И вот это движение мы хотим распространить по всей республике. Здесь ребята, охраняя диких животных, работают на безвозмездной основе, не получая заработную плату.